мотылек который топнул ногой слушайте мои детки слушайте хорошенько я расскажу вам новую чудесную сказку она совсем не похожа на мои остальные я расскажу вам об этом мудром правителе которого звали сулейман бен дауд это значит соломон сын давида об этом сулейман бен дауде составлено 355 рассказов но моя история не из их числа я не стану говорить про пигалицу которая нашла воду или про удода который своими крылышками защитил сулеймана от солнечного зноя это не рассказ о хрустальном паркете или о рубине с большой трещиной в сказке моей не говорится также о золотых украшениях султанши балкис нет я расскажу вам про мотылька который топнул ножкой так слушайте же слушайте хорошенечко сулейман бен дауд был очень мудр очень умен он понимал что говорили звери птицы рыбы и насекомые он понимал что говорили глубоко ушедшие в землю скалы в то время когда они со стоном наклонялись одна к другой понимал он также шелест листьев когда утренний ветер играл вершинами деревьев он понимал все все и балкис его главная султанша изумительная красавица это султанша балкис была почти также умна как он сулейман бен дауд мог делать удивительные вещи на третьем пальце своей правой руки он носил кольцо стоило ему повернуть этот перстень один раз вокруг пальца духи земли и джинны появлялись из-под земли и исполняли то что он приказывал им когда мудрый султан поворачивал кольцо два раза вокруг пальца с неба слетали феи и выполняли все его желания когда он поворачивал перстень три раза вокруг пальца сам великий азраил с мечом и в доспехах являлся к нему в образе водоноса и рассказывал ему все что происходит в трех великих мирах вверху внизу и здесь между тем султан не возгордился своим могуществом он редко прибегал к своей власти а когда это случалось то ему это было неприятно однажды он задумал накормить всех животных целого мира в один день но когда вся пища для пира была приготовлена из морской глубины выплыл огромный зверь вышел на отмель и в три глотка съел весь корм лежавший на берегу сулейман очень удивился и спросил о зверь кто ты а зверь ему ответил о султан желаю тебе бесконечной жизни я самый маленький из тридцати тысяч братьев и живем мы все на дне моря мы узнали что ты собираешься накормить зверей со всего света и братья прислали меня узнать когда будет готов обед сулейман бен дауд удивился еще больше и сказал о зверь ты проглотил весь обед который я приготовил для всех животных со всего света а зверь ему ответил о султан желаю тебе вечной жизни но неужели эту безделицу ты называешь обедом там откуда я пришел мы в виде закуски едим вдвое больше того что я проглотил здесь сулейман пал ниц и сказал о зверь я собирался дать этот обед надеюсь показать какой я могучий богатый властитель а совсем не потому что мне действительно хотелось быть добрым животным ты пристыдил меня и я заслужил это сулейман бен дауд был истинно мудрый человек моей крошки после этого случая он уже не забывал как глупо тщеславится и хвастаться только это была присказка а теперь начнется настоящая сказка полную версию этой аудиокниги можно купить в интернет-магазине аудиобук точка уз